ВССМ. Недавно добавленное оружие Стелкрафт, а точнее 20 декабря 23 года во время зимнего ивента, которое просто поражает своим уроном на дали и скорострельностью как для снайперской винтовки. Бартерится на 6 уровне нижнего бара или фракционной базы с помощью вот такого бартера. Сколько? Ты шо, охуел? Всем привет! Хоть я и не Коннор, но сегодня расскажу, что ВССМ вообще из себя представляет, а точнее её характеристики и как с неё правильно играть. Стоит ли её вообще бартерить? Данное оружие является универсальным, а точнее его можно использовать как на дали, так и вблизи, хоть ВССМ и снайперская винтовка. Конечно, Вашку, Слонобойку и другие снайперки тоже можно использовать вблизи, но ВССМ будет поэффективней, так как это самая скорострельная снайперская винтовка в игре. Даже у ВСК на 50 меньше скорострела, но всё равно какие-нибудь Фамасы и Аеки будут гораздо эффективнее вблизи, чем ВССМ. Так что лучше либо брать с собой скорострельный ган и использовать ВСС как снайперку, либо пытаться избегать стычек с врагом вблизи и убегать на дистанцию, а там шанс перестрелять врага будет уже в несколько раз больше. ВСС имеет один из самых пробиваемых калибров, а точнее 9.39. Если сравнивать с другими снайперками, то почти у всех калибр 7.62, кроме МЦшки. Также один из жирных плюсов данного гана это 1.4 множителя в голову. Если сравнивать с автоматами, то у каждого из них 1.25. И именно после того, как я увидел, что множитель в УСС больше, чем даже у Вашки, я сразу захотел сбартерить эту имбу. Урон у неё довольно-таки стабилизированный, не маленький и не большой. В стоке она имеет 36.2 урона до 30 метров, и постепенно снижается на доли до 35.4 урона. От 80... От 80 до 170 метров. На плюс 15 тире она имеет 45.25 урона до 30 метров, и 44.25 урона от 80 до 170 метров. Как вы уже поняли, урон на доли режется всего на 1 единицу. А если попадать в голову, урон будет 63.35 урона. Это ещё если почитать, насколько у неё бронированы. Это ещё если почитать, насколько у неё бронированы. Это ещё... Это ещё если почитать, насколько у неё бронированы. Бронепробиваемые, б***ь. Это ещё если почитать, насколько у неё бронепробиваемые патроны, то если попадать в голову, то ВСС сможет с лёгкостью просто распепелять зивок и оошек. Так что если вы очень меткий, то ВССМ обязательно бартерите. Ещё очень жирный плюс у ВССМ это её разброс и отдача, которые уменьшают почти каждый патч. Так что её вообще почти нету. Чтобы вам было понятней, давайте с чем-нибудь сравним. К сожалению, у меня нету оружия похожего на ВСС, так что давайте будем сравнивать с АП-45. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, ещё не бой этот ган делает стройный глушитель. То есть, во-первых, человек не будет понимать, откуда вы по нему стреляете. Ну, конечно, если вы у него не перед лицом. А во-вторых, бывают такие случаи, что враг во время ПВП не смотрит на полоску ХП. А это, кстати, происходит очень часто. То враг будет думать, что у него, скорее всего, сейчас нормальное количество ХП и не будет убегать. Вообще, если идеально зажать в голову СВСС, а может быть враг не поймёт, что вы в него даже начали стрелять и сразу умрёт. Ну, по крайней мере, на сессионках и КВЭ это случается очень часто. То есть, в местах, где шумно. Так что стройный глушитель ВСС это максимально хорошее дополнение к этому оружию. Теперь давайте обсудим геймплей данного оружия. Геймплей у ВССМ довольно-таки лёгкий. Просто держать дистанцию от врага. И на средней дистанции она перестреляет абсолютно всё. И опять же, из-за большого множителя в голову с неё максимально желательно попадать именно в голову. Насчёт обвесов она может носить рукоятку или лазер на выбор. Два лазера. Планку для прицела. И сам прицел. Также ВССМ имеет огромное преимущество на ВСК тем, что у ВСС есть 30 патронный магазин, а в ВСК нету. Ну что ж, подводя итоги, я бы крайне советовал это оружие вам сбартерить. И хотел рассказать историю, почему я вообще выбрал ВССМ. Лично я всё время хотел себе ПКП. Даже сделал поношную версию. Но в какой-то момент я всё же решил сравнить печенек с остальными ганами. Я остановился на ВССМ. Легко контрить одачу. Отличный калибр. Хороший урон. А урон на дали вообще взрыв мозга. Конечно, если сравнивать с печенеком, у которого режется урон уже на 12 метров. Чтобы вы понимали, это вот столько. Это не обзор на печенек, просто сравнение. Хоть это и пулемёт. Но вторая причина, это то, что у меня уже есть неплохой автомат АП-45. И менять ПКП и АЕК в бою я точно не буду. Единственное, что мне не хватало, это снайперской винтовки. Так что для меня это был идеальный вариант. В общем, ВССМ мне очень понравился. Он неплох в ближней дистанции. Просто охуительно на средней дистанции. И хорош на дальней дистанции. Так что если вы собираетесь бартерить ВССМ, то я настоятельно рекомендую это сделать. И пожелаю удачи его сбартерить. А на этом обзор подошёл к концу. До скорого. От 80 до 170 метров.